мы покидаем город ростов-на-дону с печалью с грустью но так как у нас уже сегодня через несколько часов самолет а нам нужно было посмотреть два замечательных места в первую очередь в станицу Старочеркасскую ранее был город Старочеркасск а до 1805 года Черкасск это столица донского казачества и место рождения героя донского генерала Матвея Платова впервые упоминания о черкасском городке на дону в исторических актах датируется 1569 годом но ученые считают что конечно здесь поселение было намного раньше еще при отце Ивана Грозного когда начался Азовский поход и была взята турецкая крепость Азов казаки обороняли ее аж четыре года и в отмеску за это турки захватили полностью сожгли город Черкасск но город был быстро восстановлен укреплен здесь была крепость деревянная каменная крепость и постепенно превратилась столицу донского казачества смотрите сколько героев советского союза ведь в этой станице в этой деревне так скажем да по-русски всего-навсего 2000 жителей сейчас мы отправляемся в монастырь монастырь называется старочеркасский монастырь в честь донской иконы божией матери и здесь же на территории этого монастыря находится так называемое атаманское подворье вот видите здесь тоже котов и кошек любят нас встречали с удовольствием в окне стояла такая скульптурка на территории атаманского подворья это бывшая усадьба атаманов ефремовых это 18 19 век памятники и вот это вот домовая церковь построена атаманом ефремовым здесь постоянно проходят народные праздники казачьи и когда мы здесь были стучали молотки топоры строили большую сцену на рада я приехал когда уже москву прочитал оказывается 1 2 сентября здесь будет а большой праздник престольный праздник празднования донской иконы божией матери здесь будет выступать казаки всевозможные фольклорные ансамбли и группы я честно скажу просто обзавидовался вот на такой бы праздник не попасть и снять фильм о том как здесь празднуют казаки и просто слюной зашелся в следующий раз да обязательно обязательно сюда приедем а это жемчужина этой местности который называется храм воскресенский войсковой собор построенный в 1719 году первой каменной церкви внизу верхдона кстати есть такой интересный факт что в этот момент как раз петр первый строил санкт-петербург и было указ запрещающее строительство каменных зданий везде кроме петербурга но здесь именно здесь по политической необходимости петр первый разрешил строительство каменного храма и лично помогал деньгами утренными специалистами и даже принял личное символическое участие в строительстве что о чем есть грамота невероятной красоты собор 9 главы храм кстати архитектор до сих пор неизвестен что очень печально вот это вот цепи на которых по преданию которыми по преданию был прикован казак бунтарь родом отсюда степан разин посмотрите какая красота пятиярусный уникальный позолоченный резной иконостас размером 19 на 23 метра порядка 150 икон середины 18 века выполнены в технике уникальной техники резьбы по дереву а вот здесь места на железных плитах обозначены где молились русские императоры великие князья россии красота ну просто невероятная завораживает завораживает перехватывает дух я хочу тебя перебить немножко здесь настолько было нам душевно в этой церкви просто до слез мы не могли даже уйти отсюда никак такой церкви мы мы с алой повидали очень много храмов на территории россии и зарубежья ближайшего и за границей ничего подобного мы припомнить не можем уникальная резьба по дереву слава богу что этот храм через эти века и годы сохранился а еще рядом находятся двухъярусные шатровые колокольни высотой 45 метра это единственное здание такого типа в южной россии а сейчас мы были только что в церкви петра и павла где крестился атаман платов матвей платов и рядышком находится ресторан русской кухни куда мы зашли и от от обедали от кушали знаменитой казачьи ухи как только почувствовали запах уки прибежали коты и кошки мне пришлось всю свою рыбу отдать а пока алла кошка куда-то выходила я ее рыбу достал из ее миски отдал тоже котам и кошакам жалко мне их мы пришли сюда на берег дона здесь рыбак казак сказал что он здесь живет всю жизнь ловил рыбу и мы ему весь клев испортили своей болтовнёй прям на наших глазах сорвался вот такая вот вы не видите да я вам показываю какая огромная рыбина сорвалась она плескала своим хвостом вот он показывает вот такая да он это рыбина плескала своим хвостом и корабль вот этот аж зашатала вот такая здоровая рыбина не на самом деле володь не шутил рыба была большая мы отправляемся дальше нас ждет город новочеркасск новая столица казаков на дону не уходите далеко наше путешествие продолжается